Всем привет, вы на канале Аксель Франк. Мы с вами в городе Миран, Южный Тироль, Италия, на фестивале вина. Ежегодно, это 33-е издание уже. Одни из крупнейших винных фестивалей в Европе. Это выставка-ярмарка. Уже было две серии на канале. Мы с вами дегустировали вино, в том числе такой оригинальный вариант, как подводное вино. А в этой заключительной серии мы с вами немножко покушаем, наконец-то. Думаю, надо подписаться. А вот у нас переход в гурме-павильон, который на улице. И тут у нас сплошное гурме. Господи! Вот и прошутто, и вот и все. А мне как раз сейчас совсем не помешало бы немного закусить. А это что такие? Это помидоры или что? Да, помидоры какие-то. Как они с ними так поступили? Смотрите, какие интересные. Какие-то интересные помидоры. Ага, там повара. Пойдем посмотрим. Тут повара что-то предлагают. Вот это канелона. И чем-то ее фаршируют и дают уже. Жду, пока мне дадут такую штучку. Они сверху кладут какой-то странного моллюска с глазами. Господи, страшно как. Креветка, не креветка. Кого-то такого кладут с глазами и с хвостом. А, до этого там кетчуп, майонез. Похоже. И в стаканчике там какая-то тоже... Да. Это ужас. Сейчас будут раздавать, и мне уже, наверное, достанется. Нет, нет, это ТОП и ВМП. Сверху трут какие-то овощи. Просто, конечно. Это билетка. Да, билетка. А, ковальчико-то, сон-то там, там у меня был. Да. Но не дадут мне или нет, наконец? Да, вот. Да, а вот, я до конца. Нет, я до конца. Нет, по-английски, я до конца. Невероятно. Нет, до конца. Нет, я до конца. Сейчас дядьки этому дадут, потом, по идее, не дадут. Да, попро пожаловать. Потом я делаю, потом я делаю этот медик, опассионат и бла-бла-бла-бла. Вот мне дали. Ура, ура мне дали. Тебе еще донести бы, чтобы никто не скрал по дороге. Только выворачивайся, все такие шустрые. А вот и стенд Винуччи. Наконец-то я их нашел. Вот смотрите, они выпускают, я бы сказал, уникальное безалкогольное шампанское. Называйте, как хотите, делают его под Мираном. На склоне горы, возле Мирана, все это производится. Есть разные виды. Вкус просто обалдеть, обалдеть. Причем у меня есть своя метода, то есть если тебе не надо пить алкоголь, а хочешь просто получить удовольствие, ты пьешь вот это безалкогольное, да? Но, если ты 50 на 50 или даже 30 на 70 смешаешь вот это с алкогольным просекком хорошего качества, то вкус получается вдвойне. Специфически вещь просто обалденная, непередаваемая. Как им удается достичь такого вкуса? Есть много видов безалкогольного вот этого просека. Сейчас это популярно, набирает моду и и в магазинах появляется. То есть сейчас это на моде, но вот такого вкуса нигде, ни у кого я не находил. Никому не удавалось вот так это сделать. Великолепно. Женщина, которая взяла надо мной шефство, она критически относится к безалкогольному просекло. Ну, тем не менее, я постараюсь ее убедить. Но мне лично эта штучка нравится очень-очень-очень. Ладно, а теперь пора с ними поговорить. А теперь пора с ними поговорить. Так, а тут у нас готовится шоу поваров. Итальянская кухня. Сейчас они нам покажут. Интересно, что они нам покажут. Кастрюль много. Какие-то соусы. Так, ну давайте, начинайте. Похоже начнут не сразу так, а с небольшим раздумьем. Тут народ ждет. Тем временем заправляется. А чего только тут не продают. То есть, какие-то баночки, бутылочки. Мне дали попробовать какой-то паштет вообще великолепный. Просто великолепный. Вот. А чего тут только нету. Вот это тоже явно паштеты. Кстати, по паштетам в Италии все нормально с паштетами. Это оливковое масло. Пожалуйста, пробуй. Вот этих панеттоне вообще миллион. Сейчас пойду. Смотрите, у меня есть инструмент, которым я могу подойти и наколоть. Вот, тут оливковое масло. Пожалуйста, три мужика стали. Так стали, что не подойдешь, не наколешь. А мне хочется. А я наколю все равно. Все, я наколол. Я отправил его в рот сразу. Так, тут тоже панеттоне. Я одну какую-то такую съел, а там крем был. Мне крем вообще не понравился. Давайте тут же продают. Тут же можно купить, отнести. Выставка продажи. Выглядит очень симпатично. Выглядит очень симпатично. Нет, я тут не буду. Так, ну тут у нас вино, вино, вино. А может пусть мне нальют? Там медалей столько на бутылках. Наверное, мне эти панеттоне запить надо. Наверное, мне эти панеттоне запить надо. Так, тут у нас что происходит? Тут у нас какое-то интервью. Его снимают, вот этого деятеля. Все снимают. А, это бургомистр с женой. Бургомистр с женой и... Бургомистр, жена и какой-то дядечка. Дядечка, видимо... Бургомистра я вам показывал в ролике про праздник винограда. Они там в карете ехали. Они ехали в карете. Так, ладно. Пока мне не налили, я наколю все-таки вот этого панеттона и съем его. Потому что я... Так, наколол, наколол. Потому что я проголодался. Тут с вами. Вот смотрите, это хлеб с оливковым маслом. Классика. Берешь хлеб, макаешь с оливковым маслом. И получаешь удовольствие. Так, ладно, повара вроде начали. Итак, повара. Я вам обещал поваров. Я- ... настою только там, и была легг사� puisqu' outcome не сделано, что позиrico появля, сто jede стерм, разales ходивали伴и в п Olivки и подоз planets. рез» Так, позаботав sociedad. И поможали обычным ехали afirmат своим маслом. У습니다. А я- ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только что мне винодел, какой-то итальянский афроамериканец, почему-то, объяснял. Сначала Просека попробовал, но она 13% какой-то вот, ну, для меня твердая, я такое не очень. И потом налил мне Розе, Розе вообще какое-то, ну, по-моему, не очень съедобное. И долго объяснял мне по-английски, какое оно хорошее. Но как бы лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И лучше один раз попробовать, чем сто раз послушать рассказ, какое оно хорошее. Мне, честно говоря, вот этот набор вот этих вин из Пискары, вот, с участием афроамериканцев, как-то вот совсем не понравился. Ну, как-то не очень у них еще получается. Они стараются, конечно, но пока не очень. Так, есть не хочу, пить не хочу. Пора мне закупиться в винучи и, соответственно, идти уже куда-нибудь домой. Потому что я тут скоро уже, у меня уже голова закружится и я, как в Болгарии говорят, побыркаю от всего этого. О, а это что такое? А это что такое? Какие-то напитки там. Тоже какое-нибудь масло. Вот, что я в целом могу сказать про мероприятие. Мероприятие мне понравилось. Надо понимать, что оно, конечно, для специалистов. То есть, вот так для праздно-шатающегося туриста оно не очень предназначено. Все-таки это для людей, которые здесь конкретно по бизнесу. Которые ищут для своей торговли, для своего общественного питания продукты, вина и так далее. Говорят, наблюдают. Я смотрю, тут реально люди переговариваются, обмениваются контактами. То есть, идет какой-то живой процесс. В случае чисто туристическом походить по это, да, это интересно. Просто это некоторый опыт, которого у меня до сих пор не было. Я получил удовольствие. Это возможность, если ты увлекаешься вином так посерьезно совсем. Это возможность утолить свою страсть. Ну, один раз сходить стоит. Я не уверен, что я на следующий год, в следующем издании сюда приду. Но, один раз смысл имеет. Самому посмотреть и вам показать. У меня уже начинает заплетаться язык. И вам показать. О, какая у нас бутылка великолепная. Господи, это что-то такое. Как-то все странно. Ладно. В общем, я думаю, вы все поняли. Что нужно было понять? Во-первых, в Италии, в городе Миран, в Южном Тироле жить хорошо. Здесь весело. Во-вторых, что в Италии с вином и продуктами питания все нормально. Тут никаких санкций. Тут наоборот, полное изобилие. И на любой желудок можно подобрать себе по любым интересам. Поэтому смотрим, учимся. Желаем стать такими же расслабленными. Ну, как минимум, периодически приезжать в нормальные цивилизованные страны. И смотреть, как тут живут нормальные цивилизованные люди. Ладно. Подписывайтесь на канал. И пока-пока. Продолжение следует...